Итак, свершилось. В Бресте стартовал чемпионат мира среди юнош и юниоров, девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту. Первый день начался весьма зрелищно. Начальным этапом, который преодолевали участники, стал подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни. Быстром, мощном. И, конечно же, эмоционально, ведь конкуренция весьма серьезная. Очень сильно традиционно в этих видах спорта это сборная команды России, Белоруссии, Чехии. К сожалению, сегодня сборной команды Чехии нет, но есть сборная команда Казахстан, которая тоже является неоднократным чемпионом мира. Поэтому конкуренция всегда есть, была и будет. Ну, а победить сильнейше, потому что финалом это те секунды, которые показывают спортсмены беговой дорожкой. Сегодняшнее соревнование, он просто необходим, несмотря на что, потому что дети. Это дети, это будущее, это будущее наших сборных команд. Оттуда питаются юноши, идут на главную национальную сборную команду. Поэтому значимое соревнование, я считаю, очень высокое, организовано четко. В республике Белоруссия уже 85 лет пожарной спорту, в республике Казахстан 65 лет, например. Поэтому мы вот этим, конечно, дорожим. Профессиональный спорт, прикладной, можно сказать. Ну, нигде в мире же не проводят другие чемпионаты мира своего, например, ведомственного спорта. Поэтому я думаю, что соревнование покажет хорошие результаты. Это только начало. Ну, видно, что команды готовились. И, может быть, и дождемся рекорда. Не может быть, должно быть рекорды. Все-таки есть много более четыре вида соревнований, только начало. Мы всегда ждем рекорды. Кто-то установит личные рекорды в своей республике, кто-то рекорды установит мировые. Забег за забегом. Каждая команда старается показать тот самый результат, к которому усердно готовились и тренировались. То, к чему шли долго и упорно. Но, увы, не каждому покорилась вершина учебной башни. Вопрос один. Может, волнение? У меня было волнение. Ко мне подошел психолог, рассказал, успокоил. Я сделала три глубоких вдоха и успокоилась. Первая попытка была волнение. Вторую улучшила. Вроде уже нормально вышла, успокоилась. Со стороны кажется, что все легко, но оказалось, что нет. Пожарные лестницы, которые используют ребят, имеют по регламенту соревнований определенный вес. Не менее 8,5 килограмм. Для молодых людей, особенно для девушек, поднимать их на высоту очень непросто. Поэтому девушки-юниорки, а также юниоры поднимались по заранее установленным лестницам. А вот некоторым юношам предстояла нелегкая в прямом смысле задача – самим водружать лестницы на башню. Немаловажная деталь. Делать это нужно на бегу с высокой скоростью. Сейчас пожарный спорт популярен как среди юношей, так и девушек. Он привлекает своей зрелищностью, эмоциональностью и непредсказуемостью, воспитывает волю и укрепляет дух. Результат зависит не только от тренировок, но и от характера. Ведь жизнь состоит из препятствий и барьеров. А спорт помогает их преодолевать. В пожарном спорте я больше пяти лет пришла, потому что училась в школе с таким уклоном. И пришла на первую тренировку, поняла, что это действительно мой вид спорта, и я останусь здесь надолго. Я вообще из кадетского класса. То есть было обязательно заниматься пожарным спортом. И тренер увидел меня и сказал, желательно, чтобы ты приходила на постоянной основе, постоянно занималась, потому что у тебя есть большой стимул, большие достижения могут у тебя быть. Вот и получилось так, что уже пять лет занимаюсь. Шестой год пошел. Чувствуется такой небольшой мандраж, потому что чемпионат мира как-никак, и это совсем другой уровень. Ну, а так, это не первый чемпионат мира, и все как обычно, в свое время и в финале. После завершения первого этапа соревнований, те, кто все это время на трибунах поддерживали команды, могли посетить выставку техники МЧС. Несколько десятков машин, мотоциклов, на которые можно было не только посмотреть, но и сесть за руль и сфотографироваться. Спасибо. 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 Спасибо.